Всем аквариумистам и не только привет! Сейчас будет вторая часть цикла видео под названием Разрушитель аквариумистических легенд. Сегодня будет похоронена очередная порция актуальных для аквариумистики легенд. Чтобы не повторяться после каждой, сразу оговорюсь, очень подробно углубляться в разрушение каждой я не буду. По поводу каждого вопроса у меня есть одно или несколько подробных видео, ссылки будут в описании под этим видео. Кому интересно, более подробно разобраться в объяснениях и пояснениях добро пожаловаться туда. Ну или пишите, спорте, спрашивайте в комментариях. Как всегда, разрушать легенды, мифы, постулаты, догмы или еще как там назовите это, буду в первую очередь на своем собственном опыте, подкрепляя законами физики, химии и биологии. И как всегда, предупреждаю, я не несу ответственности за выдернутые слова из контекста, недослушанное и за бездумное повторение за мной услышанного. А теперь переходим посредственно к теме. Начну видео с самой важной, актуальной легенде для аквариумистов-травников, то есть растительных аквариумов. А именно, подача воздуха в аквариум выдавливает, выбивает из воды СО2, то есть углекислый газ. Чушь, бред, ерунда и глупость. Именно услышав и уверу в эту глупость, некоторые отключают аэрацию днем и всячески экономят на подаче кислорода, именно кислорода, как конечного результата подачи воздуха в аквариум. А от этого в аквариум начинаются огромные проблемы. Тут даже маломальски образованным людям и объяснять-то нечего. Минимальное знание основ химии и физики дают ответ на этот вопрос. Первое. Воздух с углекислым газом не реагирует, углекислый газ сам по себе содержится в воздухе. Второе. Углекислый газ не реагирует с кислородом, даже если их подавать одновременно в аквариум. Третье. Исходя из двух вышеназванных основ растворения в воде углекислого газа и кислорода, будет идти каждый своим путем и не зависеть друг от друга. И последнее. Четвертое. Исходя из вышеназванного, концентрация кислорода в воде никаким образом не будет влиять на концентрацию в воде СО2. Таким образом, отключение рации в аквариуме путем подачи воздуха только может вызвать одно – уменьшение концентрации кислорода в воде. А если аквариумист еще и не добился подачи СО2 активного пузыряния растений, то есть выделения растения в воду кислорода, или перегнул палку с концентрацией СО2, то быть в аквариуме большой беде. И это в первую очередь коснется бактерий, отвечающих за азотный цикл, а уже потом, естественно, и рыб. Не стоит забывать еще о том, что кислород намного хуже растворяется в воде, чем углекислый газ. Кислорода в воздухе всего 21%, при том, что углекислый газ подается в воду в чистом виде. Теперь, чтобы более нагляднее разрушить эту легенду, я продемонстрирую, но очень простой эксперимент, проведенный на своем 260-литровом аквариуме, запущенном на земле, содержащемся без подмен воды. Я в аквариум подавал одновременно как СО2, так и молекулярный кислород от самодельного оксидатора, причем через переходник оба газа в одной трубке смешивались и поступали в аквариум через воздухозаборное отверстие внутреннего фильтра помпы круглые сутки. Вот так это выглядело. Два баллона из одного на выходе СО2 на браге и второго молекулярный кислород от оксидатора. Через тройник они соединяются с трубкой выхода, которая подключена к внутреннему фильтру. Железяга – это регулятор подачи СО2, кто не понял. Но это не все. В аквариум был включен двухканальный компрессор, производящий распыление воздуха через полуметровую резиновую флейту, закрепленную у дна вдоль задней стенки круглые сутки. И это не все. В аквариуме осуществлялось сильнейшее течение от двух фильтров общей производительностью 4700 литров в час, кто не понял. Это более 20 объемов воды аквариума в час. Кроме этого, в аквариуме осуществлялась сильная вибрация поверхности воды. Опять же, кто не знает, это один из способов аэрации, но, как правило, не глубоких и небольших аквариумов. И кто не знает, вот именно вибрация поверхности воды ускоряет процесс высвобождения СО2 из воды аквариума. Впрочем, как и кислорода, если их концентрация в воде выше концентрации, чем в воздухе. По факту, что получилось? Каков итог эксперимента? Даже при такой дичайшей круглосуточной аэрации аквариума и таком неэффективном методе подачи СО2 в аквариум, а именно СО2 на браге в 260 литровый аквариум, дропчекер всегда показывал достаточную концентрацию углекислоты в воде аквариума, как утром, так и вечером. Растения активно фотосинтезировали и, как говорят, пузыряли. А вывод эксперимента какой? Никаким образом подача воздуха или даже чистого кислорода в аквариум не связана с подачей или концентрацией СО2 в аквариуме. Считаю, тема закрыта, легенда миф развеяна. Переходим к следующей легенде, также связанной с газами. Эта сильная аэрация и нахождение множества пузырьков воздуха в воде аквариума могут вызвать газовую эмболию рыб. Еще один бред и глупость. Кто немного не в курсе, да и вообще, давайте определимся в понятиях, что такое газовая эмболия у рыб. У человека это иногда называется воздушная эмболия. Газовая эмболия у рыб это не что иное, как перенасыщение внутренних тканей и сосудов рыб, в том числе крови различными газами. Это не значит, что только кислородом и только крови. Начну с наглядного опыта, проведенную мною. Хотя тут как-то даже сказать опыт не совсем уместно, так как это не опыт как таковой, а это моя норма содержания некоторых моих аквариумов. Я годами содержу свои аквариумы с сильной аэрацией, в первую очередь связанную с подачей кислорода через компрессор и дополнительно с подключенными оксидаторами. У меня всегда в аквариумах, да иногда и в креветочниках, присутствует в воде огромнейшее количество мельчайших пузырьков воздуха, а иногда еще и дополнительно пузырьков подаваемого углекислого газа или кислорода. Вот так иногда неделями, месяцами выглядят мои аквариумы из-за огромного количества пузырей в воде. И что? Где газовая эмболия? Все рыбы всегда прекрасно себя чувствуют, не рестятся. Рыбы, живущие менее 5 лет, умирают, прожив свой максимальный срок или близко к нему, при том, что у меня средняя температура воды 26 градусов, а летом часто 27 и выше, а кто не знает, чем выше температура воды, тем рыбы меньше живут. Но в любом случае признаками газовой эмболии здесь и не пахнет. То есть логично спросить у того, кто говорит, что от избыточной аэрации нахождения большого количества пузырей воздуха в воде у рыб может возникнуть газовая эмболия. Как еще надо умудриться насытить воду пузырьками воздуха, чтобы получить эту самую эмболию? Хотя и ведь действительно есть простой логичный ответ. Очень просто и легко получить газовую эмболию рыб. Но это никак не связано с аэрацией. Газовую эмболию рыбы могут получить элементарно и просто в том только случае, если аквариумист возьмет неотстоянную воду из крана городского водопровода и вылет ее в аквариум. Ну так скажем не менее 30 процентов от объема, а то и возможно придется больше. Да, вот именно в результате этого, то есть в результате того, что в аквариум попадет огромное количество воды, в которой под давление в трубопроводе, городском трубопроводе, скопилось огромное количество газов, в основном азота, и в результате резкого высвобождения именно растворенного в воде газа, и может произойти резкая концентрация воздушных пузырьков как в крови рыбы, так в первую очередь в жабрах, плавниках и под чешуей. Именно в результате этого эффекта рыбы иногда в аквариуме покрываются мелкими пузырьками воздуха. Покрывается как их поверхность, так и пузырьки воздуха оказываются под чешуей, в плавниках и в сосудах естественно. При этом часто происходит резкое помутнение глаз рыб. Кстати, именно поэтому емкость, в которую вы наливаете воду из холодного крана, покрывается пузырьками воздуха. Надеюсь, все сделали правильный вывод, что никакой аэрации вызвать газовую эмболию рыб невозможно. А вот подмены или долив делать надо правильно, для чего надо отстаивать воду по различным причинам, включая названным. Теперь, перед тем, как перейти к легендам, связанным с айдексом, а если точнее с глутаровым альдегидом, рассмотрим еще одну газовую легенду. А именно, подавать СО2 на браге без водяного фильтра нельзя. Как объяснение этому озвучивается то, что с углекислым газом в аквариум попадут спирты, сивушные масла, эфирные масла и всякое такое, всякое, от чего это убьет рыб или аквариум. Нет, нет и еще раз нет. Хотя, в пояснениях, естественно, доля правды есть. Вот тех самых пояснений. Вот тут я не буду сильно углубляться в самогоноварение, винодельничество, пивоварение, но, поверьте, прочитал немало и изучил достаточно, чтобы озвучить следующее. Самых вредных веществ, какие только могут из браги попасть в аквариум, в том числе таких, как метанол, и как его последствия формальдегид образоваться, альдегиды, включая фурфурол, в браге на сахаре почти нет, или их концентрация совсем ничтожна. Да-да, именно в браге на сахаре, которую все и используют. Вот в браге на овощах, фруктах, не знаю, на чем там она еще бывает, да еще эта самая брага с косточками достаточно всего того, что может отравить не только рыб, но и человека. Хотя, наверное, может я и загну, может реально есть те, кто гонит самогоночку, а заодно углекислоту из браги в аквариум дует. Но там, как минимум, я так понимаю, на тонну должен быть аквариум, если не больше. Все спирты и вещества, которые присутствуют в ничтожных количествах, совместно с углекислым газом, на браге из сахара не только не вредят аквариуму, а наоборот. Являясь простейшими углеродами, в воде аквариума тут же потребляются и перерабатываются бактериями, как для своего роста и размножения, так и дополнительно увеличивая концентрацию углерода в воде. Кроме того, за счет увеличения колоний бактерий автоматически произойдет уменьшение концентрации в воде нитратов и фосфатов, которые бактерии потребляют для своего роста. Конечно, несущественно это произойдет, но произойдет обязательно. Как ранее практиковавшие в аквариуме сахар и водку, я уверенно заявляю, именно как практикующий аквариумист, вреда от подачи в аквариум СО2 на браге без водяного фильтра не будет. Единственный недостаток такой подачи СО2 может выразиться в виде появления бактериальной пленки на поверхности воды от активно разрастающихся бактерий, но вреда от этой пленки нет, а убирается она элементарно. И в начале подачи, в случае неустоявшегося или недостаточного биобаланса или недостатка кислорода, может произойти некоторое помутнение воды. Опять же, из-за активно размножающихся бактерий, в том числе участвующих в азотном цикле. Естественно, кто перегнет с мощностью подачи СО2 на браге, вполне может ощутить запах той самой браги. Но это не зависит от того, будет водяной фильтр или не будет. Опять же, подтверждаю сказанной своей практикой, опытом, описанным в подробном начале видео. Я несколько недель подавал СО2 на браге в аквариум на 260 литров, из которых 220 литров воды. БЕЗ ВОДЯНОГО ФИЛТРА. Дропчекер был зеленым, растение пузыряль и вода была прозрачной. Да, после уменьшения вибрации поверхности воды и изменения течения на поверхности, местами проявлялась бакпленка. Об этом я уже сказал выше. Никаких негативных моментов в аквариуме не произошло. Да я думаю, под видео появится огромное количество комментариев тех, кто без водяного фильтра подает СО2 на браге и у них нет проблем. А может, кто-то и вообще не знал, что такое водяной фильтр, для чего он нужен. В общем, я думаю, эта тема закрыта. Хотите ставить водяной фильтр? Ставьте. Хотите не ставить? Не ставьте. То, что вода в водяном фильтре через какое-то время дико воняет, так это естественно. В этом фильтре отсутствует кислород, отсутствует азотный цикл, аэробные бактерии. Вода там тупо задыхается, протухает, да еще с огромным количеством растворенного углерода. А теперь переходим к легенам, связанным с глутаровым альдегидом в народе Сайдекса. Начнем с того, что якобы глутаровый альдегид никак не может заменить дополнительную подачу СО2 в аквариуме. Я сейчас специально произнес слово «дополнительную» подачу. Думаю, не стоит объяснять, что в аквариуме всегда присутствует СО2 и его концентрация будет в первую очередь зависеть от температуры воды. Чем выше температура воды, тем меньше в ней будет углекислого газа. Чем меньше температура воды, тем больше в ней концентрация СО2. Впрочем, как и любых других газов. Так, при обычных условиях концентрация СО2 в природных водоемах составляет примерно 2,10 мг на литр. В аквариуме примерная концентрация углекислоты составляет примерно 2,5 мг на литр. И эта концентрация, естественно, подвержена серьезным изменениям при различных условиях. Тут вспоминаем основы аквариумистики, а именно то, что благоприятное для подавляющего числа растения концентрация СО2 в аквариуме составляет примерно 15-20 мг на литр. А концентрация более 30 мг на литр опаснее для жизни гидробионта. Но это все относительные цифры. Вспоминаем же, что СО2 в аквариум поступает не только из воздуха, его выделяют гидробионт во время дыхания. Он образуется в результате разложения или по-другому окисления органики в аквариуме. Таким образом, чем больше в аквариуме рыб, чем лучше окислительные процессы, тем в аквариуме естественным путем повышается концентрация углекислого газа. Исходя из моей практики, концентрация 5-10 мг на литр в моих аквариумах с большим населением и без подмен воды – это совершенно норма. Я тут не говорю про аквариумы на Земле, это вообще другая история. Таким образом, еще раз, мы простым математическим путем пришли к тому, что в обычном аквариуме с обычным среднестатистическим населением не хватает примерно каких-то 5-10 мг углекислоты на литр. Естественно, в аквариумах без населения, или с минимальным населением, например, как акваскейпы, а тем более в аквариумах с огромным объемом растений этот дефицит будет просто огромен. И в таких аквариумах естественная концентрация О2 просто стремится к нулю. Отсюда возникает острая необходимость подачи дополнительного углерода в аквариум. Именно углерода, так как растениям для своего роста нужен углерод. А СО2-газ это всего лишь один из способов получения углерода из воды растениями. Вот таким образом мы подошли логично к тому, что углерод может подаваться или подается в аквариум в разных формах. И этими формами являются в том числе путем внесения в аквариум глутаров альдегида в народе сайдекса. Но вот не люблю я название термин сайдекс, так как существует огромное количество его аналогов по фирмам, абсолютно аналогичных по составу. А это все просто одно и то же глутаровый альдегид с одной и той же концентрации 2,5 процента. Хотя в сайдексе он может быть как меньше, так и больше. Незначительно. И что такое, или вернее, а что такое этот самый глутаровый альдегид, кто не знает? Глутаровый альдегид, а по-другому глутаровый диальдегид или пентандиаль, а органическое соединение. Альдегид с химической формулой С5H8O2. Глутаровый альдегид обладает стерилизующими и дезинфицирующими свойствами. Исходя из названия глутарового альдегида, его формула С5H8O2 и его свой сразу становится понятно его назначение и цели применения в аквариумистике. Так как это спирт, то есть органическое соединение, следовательно, при распаде будет всегда выделяться углерод С5H8O2. А так как это стерилизующие дезинфицирующие средства, всегда будет оказываться пагубное влияние на некоторые бактерии, грибы и микробы в аквариуме. Вот теперь для общего понимания. Примерно в 2000 году на рынке появился продукт от американской фирмы Сичем, которая в настоящее время выпускает свою продукцию под талантным знаком Flourish XL для применения в аквариумистике целью получения биоуглерода в аквариуме, то есть как биодоступный источник органического углерода для аквариума с растениями. Что удивительно, то есть тогда казалось удивительным для многих, это то, что основным активным компонентом Сайдекса, а также этого Сичема продукта, был один и тот же элемент, а именно глутаровый альдегид. И именно глутаровый альдегид был выведен в основу альтернативной подачи СО2 в аквариум на коммерческой основе. При этом, обращаю особое, никто не заявлял официально, даже компания Сичем, что их продукцию можно использовать по иному назначению, а именно, например, для борьбы с водорослями. И только опытным путем аквариумисты, использующие различную продукцию, содержащую глутаровый альдегид, как источник в первую очередь биоуглерода в аквариуме, пришли к наглядному выводу и вторичному результату, что эти препараты не только являются источником углерода, но еще и метают водоросли. Так что в этом альдегиде такого, и чем он отличается от обычных органических соединений, тех же спиртов в качестве источника СО2 в аквариуме. Глутаровый альдегид, попадая в аквариум, в том числе под воздействием света, достаточно быстро начинает распадаться. Распадается глутаровый альдегид на множество органических молекул, как промежуточных метаболитов. Эти органические соединения являются для растений стероидами, то есть стимуляторами, которые позволяют растениям потреблять необходимый углерод без каких-либо энергозатрат. В результате поглощения таких эффективных углеродных соединений, а поглощение происходит, обращая внимание, практически на 100%, незадействованным остается большое количество энергии. И эта энергия идет на эффективное потребление всего остального доступного в аквариуме углерода, в том числе из органики, от дыхания рыб, бактерий и т.д. и т.п. Научно, практически, рассчитано достаточно для снабжения углеродом густо засаженного аквариума дозы глутарового альдегида в концентрации 5-7 мл на 100 литров в день. Так откуда берется необходимый в аквариуме СО2 при внесении глутарового альдегида? Ведь подавая в аквариум очень много газообразного СО2 и получается тот же прирост у растений, который заявлен при внесении малого количества глутарового альдегида, дающего растениям всего-навсего примерно 0,22-0,55 мг на литр углерода в день. Далее приведу информацию с расчетами с сайта Амания, т.е. обращусь типа к умным. Глутаровый альдегид это источник промежуточных компонентов усвоения растениями углерода, который усваивается легче, чем СО2. Это позволяет сэкономить часть энергии, используемой на строительство углеродных цепочек при фиксации углерода из СО2. Часть прироста биомассы будет за счет СО2, поступающего от дыхания рыб, выделения бактериями в грунте, диффузии из воздуха. Почти всегда в аквариуме наличится СО2 примерно 5-7 мг на литр. Если глутаровый альдегид не вносит и нет подачи СО2, роста растений почти нет или он минимален. Внесение глутарового альдегида снимает лимитирование по углероду и рост растений увеличивается в 2 или 5 раз. Нельзя сравнивать количество углерода, подаваемого в газообразном СО2, с тем количеством углерода, которое дает глутаровый альдегид. СО2, выделяемый из глутарового альдегида, потребляется практически весь. Даже не СО2, а именно углерод. А 99% подаваемого СО2 не используется. Потребление растворённой в воде СО2 крайне неэффективно, поэтому аквариумистам приходится поддерживать такую высокую требуемую для роста концентрацию в воде примерно 15-25 мг на литр. Таким образом, в результате использования глутарового альдегида в качестве дополнительного источника СО2 в рекомендуемой для этого дозе 5-7 мл на 100 л воды можно фактически закрыть до 75% потребности растений в углероде. Естественно, никто не будет спорить с тем, что самым эффективным и легко усваиваемым источником СО2 является газ растворённой в воде. Но напомню, в целом эффективность его потребления растений минимальна от общего подаваемого объёма. Конечно и бесспорно, что такой способ ни в коем случае не подходит для разогнанного форсированного травника. То есть подача глутарового альдегида там без дополнительной подачи газообразного СО2 не обойтись. И это объясняется просто. Вот просто-напросто, если вносить в такой травник требуемую достаточную дозу глутарового альдегида, его концентрация составит такое значение, которое просто-напросто убьёт все растения. Вывод и итог. Глутаровый альдегид при правильном его использовании в подавляющем большинстве случаев эффективнее подачи СО2, но вряд ли дешевле, а иногда и не может полностью заменить подачу СО2 газообразной формы. А теперь естественно и логично вспомнить о легенде. Глутаровый альдегид — это жуткий яд, и его частое или постоянное применение принесёт больше вреда, чем польза в аквариуме. Начну, пожалуй, с собственного опыта. Я на постоянной основе применял глутаровый альдегид в самом большом своём аквариуме на 260 литров подряд более трёх лет в качестве дополнительного источника СО2. Примерная концентрация, как и рекомендовано, 5-7 мл на 100 л воды только в этом аквариуме на постоянной основе. Никогда в аквариуме не было ни вспышек каких-либо водорослей, не было серьёзных или массовых заболеваний рыб, срок жизни рыбы был максимальный или близкий к максимальному. Рыбы нерестились постоянно, и это всё в аквариуме, содержащемся без подмен воды с огромным населением, что само по себе для многих уму непостижимо. Ну ладно я, кто мне поверит, кому я-то нужен? А не стоит ли задуматься над тем, что продукция на основе глутаров альдегида в концентрации 2,5% присутствует на мировом рынке вот уже более 20 лет. И нет ни одного, подчеркну ни одного научного исследования, хоть как-то говорящим о том, что глутаровый альдегид наносит какой-либо вред растениям или рыбам, как, впрочем, и другим гидромбионтом. Естественно, если его применять строго по инструкции. Естественно, с дури можно и палку сломать. Заставь дурака альдегид использовать, он его и бухать начнёт. Короче, хотите использовать, умеете использовать, позволяют средства, применяйте. Не хотите, есть всегда альтернатива. Ещё раз, кому хочется более подробной информации, переходите по ссылкам ниже. Напоминаю, у клуба из группы ВКонтакте, Телеграм-канал и канал в Дзене. Там можно получить консультацию и много полезной информации. Всем удачи и мирного неба над головой!